В прошлый раз мы договорили, значит, до того, что мы читаем книгу Еццера, и мы выяснили, что ее читать медленно. Значит, во второй мишне... Сейчас я буду выделять просто подремя. Мы договорились до слова «блима». Версия, которая у меня вот здесь, это слово «блима», которое написано в два слова. «Блима» – дело в том, что есть очень старый спор о том, как надо читать это слово. То, что мы в прошлый раз говорили, я просто хочу повторить. Значит, есть довольно длинный старый спор о том, что здесь читать. Оно читается либо «блима» в одно слово, либо в два слова «блима» без чего-то. Значит, так как в самой книге Еццера есть оборот «блом пиха Меледебер», «останови рот, чтобы не говорить», то тогда те, кто говорят, что «блима» здесь единое слово, «блима», то, как, например, читает Раф Садья Гаун, то это будет определенный или огороженный. Вот тут вот довольно тонкое место есть. То есть конкретный, никакой другой, то есть четко определенные числа, и в которых дети. Те, кто обычно говорят, что слово «сферот» здесь это не числа, а сфероты, то есть это каббалистические сфероты, они обычно в данном случае имеют в виду невещественность. «Блима» – это без чего бы то ни было. Ну, например, «блимагуд» в таких случаях говорят. Ну, вот как. «Бибритие», «магуд» – это китойность, если дословно перевести, как «эйхуд» – качество, да, «эйх» – это как, а «эйхуд» – это качество, да, «кама» – это сколько, а «камут» – это количество, то, соответственно, «ма» – это что, а значит «магуд» – это стоимость. Значит, дело в том, что, когда говорят про «магуд», то есть про стоимость, вы говорите, «сущность», давайте вот по-русски обычно в таких случаях употребляют слово «сущность», то когда говорится, что природ не имеет сущности, то имеется в виду, что эта вещь сугубо нематериальная, и это сила без материального носителя. Вот большинство комментаторов, например, книги Боришит считают, что свет, который был создан первоначально в первый день, это свет как таковой, свет без источника, свет без носителя. Вот нам трудно себе представить, что такое свет без источника. А там имеется в виду именно это. Причем их правота подтверждаются, например, тем, что рядом стоит тьма, а вот тьму без источника тьмы мы хорошо представляем. У нас нет проблем, представьте, что тьма наступает, ну вот свет – это когда солнце или когда лампа горит, а вот тьма, ей не нужно, чтобы горел какой-то источник тьмы. Так вот, то же самое. Сфероты, о которых мы говорим, это как раз то, что не имеет материального носителя. То есть это именно такие каналы нематериалов. Но, вот, например, Раби Иуда Барселоне, комментатор книги Гецера, говорит то же самое про числа. «Числа – это ведь нематериальная вещь». Вот здесь начинается действительно важный момент, и я думаю, что Раф Сайдергаон с ним согласен. Дело в том, что числа ведь как таковые – это полная абстракция, и когда мы говорим 10 или 8, если не говорить чего, то это на самом деле действительно некоторая очень высокая абстракция. Число, как таковое, вещь абсолютно нематериальная. По этому поводу здесь есть возможность понимать, что 10 нематериальных числов, которые являются каналами управления мира, это числа, которые не имеют материального носителя. Это именно духовный канал, который определяет наш мир. Вот эта мысль, которая здесь проводится, которая на самом деле, по-моему, заслуживает серьезного внимания, потому что как 22 буквы, о которых говорится. это буквы, которые на самом деле, это не наши буквы, которые в Алфавике написаны. Это 22 буквы, на которые распалась божественная речь, и которые образовали 22 канала, с помощью которых стали производиться вещи. И когда Всевышний говорит «свет» в начале творения, то вот эти три буквы, которые образуют слово «свет», они как бы образуют некоторые, когда они разбиваются на каналы в нашем мире, они образуют некоторые каналы влияния, и вот такой комбинации из 22 каналов, которые вплетены в структуру мира, и определяется наш мир. И это то, что здесь пытаются сказать. Значит, по поводу того, что три основные – это Аллаф, Мэм и Шим, семь двойных – это те, которые… Бэгет Кэпбэгет, Бэгет Кэпбэгет, Бэгет Кэпбэр, в книге Цера, но это запоминание, как запомнить буквы. Первые три буквы – это Бэгет, Бэйт, Гиммэл и Далат, которые имеют двойное значение в зависимости от Дагетша. И Кэпбэгет в современном языке Акаф, Фэй и Тав. Это три буквы, которые имеют двойное значение. Буква КАФ, которая КАФ и ХАФ, Пэй – это Пэй и Фэй, и ТАФ – это ТАФ и ХАФ. Ну и еще в книге Цера еще Рэйш является такой буквой, а вот 12 простых, по крайней мере, Сайдер Гаон говорит, что это остальные буквы, которые автоматически с помощью вычитания становятся простыми. На самом деле, дальше мы увидим, что они не просто так называются простыми, не техническими. Третья – Мишна, ну традиционно в книге Цера частно называется Мишна, «Эсер Чилот Блимаааа, бэмиспар эсер Эцбаот, хамешка нагад хамеш, у Врият ехид мэхувенет бээмца», «Бэмила» влашон вэпе. Значит, вот здесь есть некоторая проблема, которая выглядит так. Вот то, что вы видите, в середине мой перевод, справа иврит, в середине мой перевод, а слева это вариант перевода, иногда вариант версии. Слева это просто дополнение. 10 определенных чисел, если мы говорим про Саадию, по числу 10 пальцев, 5 против 5, и одно тело помещено в точности посередине. Как слово, язык и уста, об этом сейчас отдельно. Здесь я хочу начать с одной простой вещи. 10 пальцев, опять, если мы говорим о, неважно, о сферах или о пальцах, значит, тот же Иуда Барселоне, когда комментирует книгу Ицера, говорит, почему вдруг идет увязка, значит, ну, давайте так, начальник, все увязывают 10 с тем, что эти 10 или кифры, цифры, которые являются каналами, они находят отражение в теле человека в виде 10 пальцев. С этим согласны все. Но дальше начинается действительно довольно важный момент, что 10, о которых идет речь, значит, ну, откуда, почему пример именно на пальцах. Ну, опять, тот самый Барселоне говорит, что потому что пальцами пишут и пальцами считают. Вот это, вот теперь я не знаю, насколько понятно, я сейчас буду говорить, его мысль, мне кажется, достаточно прозрачна. Не уверен, что я смогу хорошо ее высказать. Значит... Может быть, проще прочитать. 10 сферот, уподоблены 10 пальцем, а не 10, а не какому-то другому примеру из 10. Сказать тебе, что счет и письмо, а именно буквы, осуществляются именно пальцами. Пальцы пишут и на пальцах же считают. Причем... с помощью пальцев можно считать, как угодно далеко. причем пишут именно пальцы, для этого не нужна помощь мышц более высоких руки. И что самое важное, здесь, с этой точки зрения, это тот факт, что письмо, возможно, без речи, и счет, возможно, без речи, это с помощью пальцев. То есть то, что Барселония здесь пишет по поводу примера именно 10 пальцев, это действительно довольно любопытный момент, потому что как бы он переводит всю эту тему в разряд непроизнесенного, то есть в разряд другого совершенно типа. И тут я хочу заметить одну, может быть, важную вещь. С моей точки зрения, мне кажется, подразумевается, что 10 пальцев, которые здесь появляются, как бы это руки создателя. Вот эти 22 канала и эти 10 сферотов, неважно, как мы их понимаем. Пальцы здесь появляются ровно в обратном смысле. Они превращают эти каналы внешним материалом. То есть пальцы здесь как символ чего-то делаемого. И именно поэтому происходит некоторый важный момент. Вот это пять против пяти, как бы две руки, то есть делается двумя руками. Дело переходит из мира совершенно духовного. Дело переходит на уровень осуществления. И отсюда вот этот образ. Десять по числу пальцев. То есть как бы идет намек на возможность притворения всего этого в жизнь. При этом, что вот ценно у Рава Садия Гаона, когда он начинает говорить про, почему вдруг пять против пяти, то он говорит довольно ценную вещь. После того, как он сказал, что их десять, говорит Рав Садия Гаона, он разделил и превратил их на пять и пять. А после этого он сделал пять против пяти. И произошло это для того, что происходит соответствие между двумя сторонами. И тайны все эти вещи – это правильная гармония, это всего на свете, то есть зеркальная, как мы видим в десяти пальцах. И, как сказано, одно против другого создал Бог. Перевожу вот этот набор слов, которые, кажется, не совсем ясно. Две руки с этого момента начинаются следующие. Что мир создан равновесие, равновесие. И это будет дальше говориться в этой же личности. По этому поводу десять пальцев, не просто десять, а пять против пяти – это не просто действие, это равновесие. Равновесие того, что происходит. По этому поводу пять против пяти. Вот теперь следующее слово в брит, йохот, йохи, хит, махавенет, бээмца. Значит, здесь два понимания. Рав саде Гаон категорически отвергает то, как я сейчас это прочел, брит, йохи. Дело в том, что слово брит – это союз. Значит, при этом слово брит по Раву саде Гаону надо читать здесь «убриятлихи» и сотворение одного. Или, если точно переводить по саде Гаона, то есть я перевожу то, как с рабством надо перевести то, что он пишет, одно тело помещено между ними. Но, как это ни странно, тело помещенное между десятью пальцев – это нематериальное тело Всевышнего. То есть, как бы эти десять пальцев существуют не сами по себе, а они существуют в некотором пространстве, заполненном более Всевышним. И при этом они все как бы действуют одновременно по велению одного, который за всем этим стоит. В Кабале, когда говорится про это место, то всегда вспоминают классический пример Шалхевет в Гахелет. Шалхевет – это огонь, Гахелет – это угол. Значит, по пламени установить, что есть уголь, вот мысль, который стандартный, баллистический, стандартный образ, который, ну, вот это называется стандарт полный. Его регулярно приводят все это обычные. По огню определяется наличие уголька, откуда он исходит. По этому поводу сфероты или числа – это огонь, выходящий от уголька, но уголька не виден. То есть Всевышний, который стоит за всем за этим, он не виден, а мы определяем его наличие по пламени. И это пламени материальные в виде сферот. И дальше следует загадочная фраза «Бамилаба Шон Бэпэ». Значит, сейчас мы про слово, язык и уста поговорим, потому что вот эта версия, которая у меня помещена в точности посередине в словах языке РТ, это версия Саади и Гаона. Дело в том, что в этом месте есть две версии, потому что в Варшавском издании написано как слово языка, как слово… Не Маор, только тут надо читать это слово, а Эвар. Ну, короче говоря, это одна из вариантов органа размножения. И там длинные разговоры по этому поводу будет, но давайте я просто простую вещь почитать, потому что язык и обрезание мы чуть-чуть ниже поговорим. Значит, в теме язык, слово язык и уста есть две темы. Один, вся эта тема состоит в том, что вообще речь состоит из голоса, слов и синтакси. Голос, ну, из объединения слов, давайте поговорим, из соединения слов, да. Голос – это то, что не имеет разумного смысла, как звуки, это звуки на самом деле, звуки и слова. Слово – это соединение звуков в членораздельную речь, но при этом смысла она не имеет, а соединение – это то, с чем тема будет завершена, когда тема будет раскрыта. Например, вижу человека и так далее. И по этому поводу, когда пойдет речь на эту тему, то получается следующее разложение. То есть есть звук, есть слово и есть речь. Так вот, осмысленно является речь, потому что звуки не имеют смысла, и на самом деле, ну, отдельные слова тоже, они требуют некоторого осмысления, и вне фраз не существует. И дальше. Вот небеса и небеса и небосвод и ночь и день учат о Боге, о единственном Боге, ничего не произносят. Иными словами, есть сказанные речь и звуки, но все это изучается через разум. Поэтому по этому поводу, продолжает он. Три этих вещи, звук, слово и речь, помещены здесь, потому что они и определяют разум человека. И по этому поводу тогда получается следующее. Слово – это то, что определяет разум, речь – это то, что выходит из разума наружу, и то, что является посредником между человеком и человеком. Но носителем всего этого является язык. Дело вот в чем. И это некоторые вещи, это чисто еврейские такие дела, которые, как мы видим, вот первый еврейский философ, ну, почти пик, да, скажем так. И, конечно, книга Исека Исека Исераэлий уже была книга Исека Исараэлия немножко раньше, была намного книга Исека Исераэлия, это такая, я бы сказал, конспект чужой плечи. Выглядит, по крайней мере, конспектом, в отличие от Дагаона, который самостоятельно. Дело в том, что взаимоотношение разума и речи, и речи, и мира является некоторой центральной темой для еврейских всех штук. При том, что Талмуд в какой-то момент в трактате Нодарин говорит, что речь и слова – это не более, чем договоренности людей. И, например, рабом довольно активно колеблются, является ли речь просто некоторым произвольным набором звуком, которые люди в процессе своего развития договариваются друг с другом. То есть речь как бы… Ну, шутка Льюиса Кэрролла по поводу того, что я буду называть белым все черное, пока не оговорю обратное. То есть как бы слова – это не более, чем ярлыки, которые люди договорились использовать друг с другом. Но в Талмуде, там где-то говорится, что речь является договоренностью, это сказано в связи с тем, что можно ли считать обетом, если человек его произнес в формуле профессиональных, на профессиональном жаргоне. То есть как бы не на официальном языке, а на языке, который понимают только профессионалы в данной области. И вот там говорится, что такой язык не уступает никакому другому. То есть как бы в приложении к закону ни один язык не уступает другому. Главное, что смысл собеседники понимают друг друга. Но весь фокус в том, что книга Ецера, она на самом деле идет абсолютно в русле всех прочих произведений еврейских, Талмудических, по поводу того, что речи намного больше. И что вот то, что регулярно произносится, что зная имя вещи, вы знаете вещь, это как раз для евреев оно совершенно естественное состояние души, вот такое вот понимание. Но при этом имя вещи не имеется в виду, как она произносится, а имеется в виду каналы, с помощью которых эта вещь связана через свое название с высшим источником. То есть иными словами, я попомню, по другому тоже словам сказать, правильное на заименовании вещи указывает на 32 канала, на комбинацию из выбранного, комбинацию выбранного из 32 каналов, с помощью которой эта вещь состоялась как таково. По этому поводу, когда говорится знание имени, то не имеется в виду просто имя, как набор звуков, а имеется в виду имя, как набор смыслов. Собственно, отсюда проистекает столь серьезное внимание, которое именно у евреев обращают на выбор имени и на примерно всевозможные действия, связанные со сменой. Как бы изменив имя, если не удастся, если не удастся, то не всем это удается, изменяется связь человека с высшим. По этому поводу, когда говорится, что брият сотворение ехид одного всевышнего, мы хуэнет бэээмца, замысленные чередие точности посередине через слова язык и рот, то получается следующее, что слова – это замысел. Язык и рот – это то, что замысел приводит в исполнение. У нас получается так, что есть замысел, который является теми самыми выборкой из 32 каналов, которые делают вещь тем, что она есть, и есть то, что притворяет этот замысел в речь, в средство коммуникации, но не коммуникации людей друг с другом, а коммуникации человека с или всевышнего с миром через название. Вот это то, что здесь сказано. Интонация, о которой идет речь, влияет, значит, я Таня отвечаю, просто у меня чат открыт, и я могу иногда печатать. Интонация тоже влияет на смысл довольно сильно. Но я хочу заметить, что, строго говоря, когда речь идет о, ну давайте так, о каббалистической практике имен, то там интонация является центром. И как бы любое имя, оно должно, если вы его произносите, должно быть интонационно правильно окрашено. Потому что интонация – это уже начинается тонкая модуляция влияния на много чего. Поэтому интонация имеет смысл, но дело в том, что интонационно вы меняете смысл слова на меня. Понимаете, ну конечно и ну конечно. Смысл слов будет раз. Но дело в том, что в таких книгах про интонацию обычно не говорится. Значит, под интонацией имеется в виду в том числе таамим, но там не только. Смотрите, мы когда говорим об интонациях и о правильном произношении всего на свете, я все-таки хочу напомнить, ой, какую дела. Это ровное место, оно в книге ЦРА, по-моему, дальше будет, не очень, но у комментаторов будет точно. Я хочу напомнить одно вид, которое связано ровно с ивритом, замешано весьма густом. Я напоминаю, что иврит знает как бы согласные буквы, да? 22 буквы, которые говорятся согласные буквы, и гласные, которые на иврит называется на кудот, точки или пятна, кстати, по-другому, на точки, которые на письмо кладутся, это гласные знаки, которые на письмо кладутся только, когда нужна либо точность, либо для детей, когда нужна точность в чтении, или для детей. А так, вообще-то, им не пользуются в современном иврите, потихоньку, при том, что когда-то были довольно существенные правила, они и есть, на самом деле существуют, существенные правила, как расставлять дополнительные знаки, которые призваны обозначать гласные, есть вообще строгие правила, как это делается. Есть специальные люди, накады, профессия, которые умеют это делать. Скажем, вот от того, что я знаю правила, я знаю эти правила, но на практике я правильно их не расставлю, просто вот, потому что требуют навыки такого, весьма серьезно, автоматически. Хорошо у вас требованная профессия не расставляет эти знаки. Но, как обычно, во все дела влезают школьные учителя, которые приносятся на свете в ущерб в пользу простоты обучения. По этому поводу, сегодня, например, принято правило полного написания, когда пишут безогласовок, принято правило полного... правило полного написания сегодня захватили все и просто всюду, где и обязательно проставляет хирик, даже если по норме классического иврита там не нужно, при условии перуш, поставить и после первого п, довольно всегда считалось бессмысленно. Тем не менее, сегодня по-другому никому не в голову не придется писать уже, когда пишут безогласовок. Хотя там не нужно ставить хирик личного, в смысле юга личного. Сегодня перешли на полное написание, но образцом полного написания надо сказать, что меня всегда пробивает на хихи, знаменитая кумрамская рукопись книги пророка Ишаягу, о которой говорят, что там дикое количество расхождений с нашей версии, оно там ничтожное расхождение. Там все расхождение состоит в том, что оно написано в полном написании, то есть сюда поставлены дополнительные юды, вавы и еще и алофы для обозначения того, что здесь а. То, что сегодня не принято, то есть для обозначения а у нас алоф сегодня не ставят. А вот как раз в рукописи Мертвого моря, в свитке Мертвого моря, свитке Ишаягу, там эти алофы подоставлены в количестве. Причем по этому поводу, например, современному читателю немножко с причиной спотыкается, когда читает, он пытается понять, что он с этим алофом делал. А этот алоф представляется как дополнительное гласное значение. Но я вот к чему все это веду. Дело в том, что ровное место и все комментаторы книги и цера обязательно это говорят, что согласные знаки являются скелетом слова. А огласовки, которые не пишут, это постановки дыхания. То есть как бы принятая терминология выглядит так, что буквы это тело, а гласные буквы накудок это душа слова. И она, например, свитки торы, вот эти накудок не проставляются просто по норме. И если свитки поставлены накудок, то вообще свиток будет негодным по причине того, что в нем проставлены лишние знаки. Свитки запрещено проставлять лишние знаки. Значит, но вот это вот тонкость, которую я сейчас говорю, что гласные буквы воспринимаются как душа слова, а слово само воспринимается как скелет, это как раз характерно для иврит рассуждения. И оно очень приятно. По этому поводу я хочу обратить внимание, что 22 пути, которые здесь говорится, имеются в виду скелетных без наполнения души, без дыхания. Вот теперь я напоминаю, вот я те, кто слушал, когда говорил, что слово душа, вы видите, все эти слова для обозначения души, все связаны с дыханием, то же самое в речи. В речи буквы для иврита это тело, а их наполняет душа, вот эти самые накуды, накуды, точки, это не таамим, а точки. А таамим это то, что на русский переводится консилекция, это знаки, которые должны заполнить фразу уже, то есть определить насколько, вот как раз то, чего вначале спросила Таня, это с такой интонацией, то есть регулярно, ведь некоторые знаки, я обычно, когда читаю лекции, рассказываю про там два, три, четыре основных знака, которые являются именно знаками припинания, ну потому что в письменном виде мне они нужны, бывает, когда я пишу, мне нужны именно они, это большие знаки припинания, ну и связи с тем, но есть некоторое количество знаков, которые показывают акцент, интонация, например, шалшелы, вот это, вот это, вот именно вот такое, или вот это, длинное, вата лохэн, а ты мета, то есть как бы там есть знаки, я их обычно просто не упоминаю, потому что их редко нужно в письменном виде объяснять, довольно сложно все это, но некоторые знаки пентиляции являются чисто интонационными как выделять, то есть это знак, как называется, акцент произношения, какой должен быть, на каком слове в предложении падает смысловое ударение, вот, вот что-то такое. Такие знаки есть, шалшелы, макэф-гадоль, который, кстати, меньше, чем макэф, простой, но макэф-гадоль он интонационно, это обозначение интонационного ударения в фразе, в полу-фразе. Так вот, это некоторые, вот, как раз то, что спросила Татьяна, это как раз вот эта интонация внутри фразы, но некудот, это как раз наполнение вот этих каналов душой. По этому поводу, когда мы все эти вещи говорим, я хочу обратить внимание, что книга цифроветера, она обсуждает буквы, она, строго говоря, не обсуждает некудот. То есть, она не обсуждает душу, которая эти буквы наполниет, потому что, когда мы приходим к душе 32 канала, через которых творится мир, то, вы знаете, там не наша душа работает, и не нам лезть в эту тему. То есть, это мы уже перешли куда-то в место, куда, ну, то, что Ахрай Паргот не заглядывает за занавес. Обратим внимание, что в Рике есть слово, кроме слова Билон, есть слово Паргот. Занавес, но, когда говорят Паргот, имеется в виду занавес, как в театре, тяжелый занавес, это не просто занавес, это на окне, вот на окне Вилон, а вот есть слово Паргот, это занавес театра, ну, такие вот, тяжелые занавесы, и, например, святая святых от храма отделяет Паргот. И по этому поводу Раф Саади Гаон, например, в той самой своей книге МНОД-ВДО, регулярно, когда доходят до кубалистических каких-то вещей, то есть он довольно хорошо и легко говорит о мистике, но когда он доходит до уже настоящих кубалистических вещей, он говорит, мы не заглядываем за Паргот и прекращаем тему. Просто вот открытым кемпом. А за занавес я не заглядываю, не поврошусь. Значит, по этому поводу Саади Цара не говорит именно про МНОД-ВДОт Никогда. Значит, по этому поводу вот это слова язык и рот, обратите внимание, что пропущено, это здесь важно, пропущено дыхание. А это те самые гласные звуки, которые будут в этой истории. И можно вопрос, Лиха, можно вопрос? Да, да. Вот интересно, вот то, что по-русски ты перевел, да, за занавесом, например, про тот же театр, да, все-таки Мяхарая Клаим. Это как бы более... Это кулисы. Клаим это кулисы. Да, Клаим это кулисы. Мне кажется, пар год говорят и в отношении, вот когда избирательные урны стоят и человек... Да, потому что туда не заглядывают. Там всегда интернет, там всегда то место, куда не заглядывают. То, что не заглядывают, это бьет... Это фирма регулярная. Да, да, да. На самом деле, я всегда смеюсь на тему того, вот как иврит устроен. Вот все знают слово ракия, да, небо. Я хочу обратить внимание на то, что насколько хорошо слово ракия ложится на слово экран. Не слышите, да? А как? Еще раз? Насколько хорошо слово ракия небо лежится на слово экран. Экран все-таки смотри, Масах, но какой экран? А когда предлагалось именно это слово? А, да? Ну, ракия все-таки, по-моему, это как было ракия, это что-то изгибать, а Масаха слово месу. Ракия имеет два значения, как глагол, одно топтать, а второе от него следующее расстилать. Расстилать, да. Ракия разослал землю над водой. Да. Значит, сейчас я смотрю просто на ударе то, что у меня в чате, пока дальше не пошел. Меняйте линии, если вы произнесительной краткой форме? Да. И я хочу обратить внимание, что, например, в гетах регулярно, если человека называют основное имя употребления краткая форма, то регулярно отдельно прописывают, как называют. то есть зовут человека Ицхак, а дальше Демисхары Цекли, там, может быть, какие-нибудь, ну, вот, всевозможные. Зовут человека Яков, которого прозывает Коба. Коби. Коба или Коби, да? Нет, Коба, Акобзон, это что, по-твоему, запоминание? А, окей. Сын Якова, сын Коба, Коба это Яков. Да. К Сталину все-таки это не имеет отношения. У него было подпольное прозвище, там всегда, извините, пожалуйста, определить, как краткое имя получается из основного, это всегда загадка природы, потому что, как из имени Александра получается Шура, это превышает моего способности. Я хоть понимаю, как получается из Александра Сендер, да? Это понятно. Но как отсюда приходят к Шуре, это уже тайна велика. И от Анны к Нюре. Так что, да, но это же, смотрите, обычно краткая форма, когда человек обращается на необычную, не на основную форму имени, человек уже обращается, как правило, так, как он сам себя представляет, как он представляется. Или как его образ сложен. И если прилипла какая-нибудь краткая форма, то я хочу обратить внимание, сегодня я не очень это замечаю, но когда-то регулярно в газетах, например, когда имена политиков с именем писали, то регулярно в скобках ставилось прозвище, принятое, причем обычно какая-нибудь краткая форма имени. И это как бы на автомате проставлялось. Что так его все зовут. Да, меняет. Меняется имя, если произносят в уменьшительном виде, а в ноябрике, но угадать, кто скрывается за именем Элек, по-моему, никому еще не удавалось. Элек или... Элизар, Элизар, еще чего там, Илья Ким, но еще чего там только нет. Хорошо, я тоже поначалу не понимал, что такое. А Беня, это, конечно, либо Бензимин, либо Бензимин. Окей, а что такое Хэски? Хэскиль, это не Хэскиль, это очевидно. Но лучше угадай, что такое Зяма. Зяма. Зяма, это Шламо. Или Залман. Залман, да, да, Зальман, наверное, все-таки, да, окей. То есть, все это, смотрите, но дело в том, что такие вещи прилипают, и эти вещи... А Шуки, слегка А Шуки. Спроси у народа, что такое Шуки. О, а теперь я тебя засыпал, пожалуйста, что такое Шуки. Засыпал, да, да, да. Но это нормально, это... Подожди, Шуки, это Яшо. Яшо, конечно же. Но я хочу обратить внимание, что в еврейских документах, типа Ктубы, а тем более в Гете, вот эти формы имен обязательно записаны. Если человеку прочно прилипла какая-то форма такая, вот такая форма, ее обязательно записаны. А в Гете их положено записать. Так что... Когда муж или жена родителей используют уменьшительную форму, они пытаются... Смотрите, опять, когда родители пользуются уменьшительной формой, они отражают свое отношение к данному существу. И это нормально. Так что, когда муж или жена пользуются уменьшительной формой, это, на самом деле, канал связи. Некоторые довольно... Он не прямой, он через верх идет, но это существенный момент, и это влияние на человека. Причем я вот на полном серьезе утверждаю следующее. Мы знаем достаточное количество детей, которым очень не нравятся их имена. Я знаю людей, которым имена вообще не предстают. Их данные им от преобрезания, при рождении к ним не предстают это имя, и упорно идет какое-то другое имя. Но видно иногда, насколько ребенок недоволен своим именем, и насколько имя к нему прилипает, что в ростном видео он себя не представляет в другом имени. А это как раз то самое влияние. Это значит, канал установлен. Некоторый канал, и это довольно важно. Он может не установиться, но здесь смотрите, для того, чтобы на эту тему обсуждать, нам нужен Рафа-Арон Маркус, который целую книгу посвятил этой теме, где он выступает с теорией о том, что слова в разных языках регулярно совпадают, ну, с точностью до произношения языка там и многих подобных вещей, но слова означают, потому что все звуки имеют психологическую характеристику, типа, вот он любит приводить пример, типа, что сочетание звуков кад, к, д, почти у всех людей, почти во всех языках психологически окрашивается в что-то круглое, отсюда вы врите кадур, а в русском кад-то, эти слова никак не связаны друг с другом, и вообще звук Каун круглый, психологический, поэтому колбаса, но я шучу немножечко, но тем не менее, колбаса это колбаса, я всегда думал, что колбаса, корень латинский, это слово колба, окей, но я так думаю, это наша шутка московская еще в период изучения в ритм о том, что колбаса это колбасар, колбасар, это все мясо, то есть она как бы вся сделана из мяса, или голос мяса, да, особенно в советское время это было хорошо, глаз мясо, мясной глаз, но дело в том, что мы долго шутили на эту тему с профессором Даном Шапира, и вдруг неожиданно он ухмылялся, естественно, по поводу этих построений, он лингвист, чтобы было ясно, а тут как-то года три назад он мне сказал, что ты знаешь, что слово колбаса в польском языке появляется только с евреями, и воспринимается как еврейское слово, поэтому, может быть, действительно колбасара действительно колбаса, по крайней мере, в польском языке, оттуда в русский она попала, а в русский через Польшу попадает в это слово, может быть, действительно означает то, что мы думаем, что, может быть, самое. Вот так. Значит, разница между речью и пением состоит в том, что музыка она из другого мира идет. Музыка это отдельная тема, и я хочу заметить, например, классику, музыка, например, не принимает скверну. Это означает, что музыка без слов не имеет религиозной окраски. Разница между речью и пением отдельная тема не сегодня. Есть разница. Значит, что интересно, я хочу вот забежать в четвертом мишне, обратить внимание на там простой текст, 10 или спиротов, или чисел, а не 9, 10, а не 11, а вот дальше идет действительно пассаж, который для тех, кто занимается кабалой, вот этот вот, он просто не может не вызвать восторга. Дело в том, что пойми разумением и разумей понимание. Правильно именно, ну, или, сейчас я пытаюсь, пойми мудростью и мудрей пониманием, вот хотите так. Дело в том, что гавенбхахма и хахам, хакэм, бэбина, для тех, кто занимается кабалой, для них всегда очень тщательно объясняют разницу между хахмой и бэна. И что, как бы, ну, дело в том, что две сферы верхних, ну, самая верхняя кэтер, да, которая выше головы, ну, я много раз говорил, что, когда говорят кэтер, имеется в виду то, что на голове, но не часть головы, да, и в кабале, когда говорится про сфера кэтер, имеется в виду, что она над системой, но не часть системы, и в то же время придает смысл системе, потому что царь без короны, но, что такое царь без короны, какая-то бессмыска, царь без короны, это мужик какой-то, а вот царь в короне, это царь, так вот, верхняя, поэтому про сфера кэтер, отдельная тема, она вообще, но две следующие эфиры, это у нас, как известно, хохма и бина, которые просят не путать, потому что обычно бина, хохма, это мужское мышление, а бина женское, если кто-то обижается на гендерные пассажи, то я не имею в виду ничего плохого ни про то, ни про другую, когда говорю, когда я имею в виду женское мышление, это конструктивное мышление, в данном случае, потому что бина, я напоминаю, что женщина, когда ее сразу, бина, это строить, это гей, это сын, который идет от матери, это боне строить, и фраза рифки, как я отстроюсь, имею в виду, что у нее нет детей, вот отстроюсь, важный вопрос, по этому поводу, бина, это женское мышление, имеется в виду, в данном случае, конструктивное, неотвлеченное, а хохма, это мужское мышление, отвлеченное, ну, значит, опять, знавал я женщин, у которых хохмы было больше, чем у любого мужика, и мужчин, которые не были способны мыслить неприкладным способом, то есть, всегда аккуратнее, когда говорят, как я читал, у одного психолога австрийского, вы учтите, что, когда я говорю о Иде Шимаме, я имею в виду психологический тип, а Иде Шимаме может оказаться усатый итальянец, вот, в данном случае, вот, надо понимать, что это способ описания некоторых вещей, так вот, когда в книге Ецераму обнаруживают, что надо хавен понимать конструктивное понимание, наполненное прикладным, прикладное понимание, что для того, чтобы набраться, вот, для того, чтобы разобраться в этой теме, надо конструктивно понимать с помощью хохма, с помощью отвлеченного понимания, да, и хахем вегина, и наберись мудрости через конструкцию, вот, это перекрестие двух спирот, которые вдруг неожиданно перекрещаются, испытай их, исследуй их, вегеме давар альбурах, и услови вих в ясности на самом деле я хочу обратить внимание, что сфера да, третья сфера в интеллектуальной верхе, разум который, который принято принимать как синтез хохмая, бина, синтез конструктивного и отвлеченного в реальность, а здесь не прописано слово да, но количество комментаторов здесь, которые утверждают, что книга Ецера написана так, что сфера даат является псевдосферой, а именно это комбинация трех сферотов сферы хохма, сферы бина и сферы гармонии, то есть там нужно гармонизирующее влияние, а дело в том, что в системе сдаат самостоятельно ему не нужно гармонизирующее влияние теперь то есть там две разных схемы есть и они очень важные, разница очень важная. Но потому что здесь вопрос да, вот это окончательное решение, он интеллектуальный или он интеллект плюс эмоции. Это очень важная разница в совершенно два разных подхода к человеку. И когда хохма, бина и дат, вам называют дат как полноценную сферу, это значит, что окончательное мнение, оно интеллектуальное чисто, без привлечения эмоциональной сферы. А когда псевдосфера, то есть она является комбинацией двух верхних плюс и перет, то тогда это не только интеллект, то еще эмоциональное влияние там становится. И согласитесь, человек, представление человека меняется. Два разных взгляда на человека. Но здесь, обратите внимание, требуется сплести вина хохма скрестить практически разум с интеллектуальным. Женское начало с мужским началом, если хотите, так, для того, чтобы в конце получилась вещь, для того, чтобы в усадить гаон употреблять слово я, я, прежде слов всегда убедись, это аль-итакад, это именно русское стать убежденным. Неважно интеллектуально, через верование, наберись убеждения, для того, чтобы усадить в результате ты для себя усадишь создателя на уготовленное для него место, аль-Мухно, направленное место у него. Но вот четвертая Мишна, она в некоторых изданиях, я там поставил метку, что издание есть, что это в чуть-чуть другом месте находится в некоторых изданиях, но это не важно для нас. Но вот для того, чтобы усвоить это, нужно вот это теперь, когда мы видим вот здесь в четвертом Мишне хавен бахохма вахакем бебина, вот эту комбинацию, мы понимаем, почему перед этим были 10 сфиротов 5 против 5, потому что вот это разложение сфиры на право и лево, 10 сфирот на правые каналы и левые каналы. И для того, чтобы вот это 5 против 5 работало, вам нужно сплести хахма с бина, потому что это все равно 10, все равно все должно быть в едином комплексе. И вот это перекрестие, которое вы здесь обнаруживаете в четвертом Мишне, оно ну просто наполнено достаточно глубоким смыслом и оно не случайно так сформулировано. Уф, по-моему, можно здесь остановиться. Как-то медленно может быть перейти к более конкретным вещам, все равно длинно будет получаться. Ну вот так. Да, по-моему, здорово. Если есть короткие вопросы, я могу ответить. Господа и дамы, у кого есть короткие вопросы, пожалуйста. Мэйр, а вы сказали вначале, ну поправьте, может я неправильно запомнила, слово рассыпалось в речь, да, или как-то вы так сказали? слово рассыпалось в речь, в буквы. В буквы и каналы. Да. А мне хотелось узнать, у меня одна тема волнует. Я хочу заметить одну очень важную вещь, которую надо понимать. По крайней мере, я не помню, чей это комментарий, но это комментарий книги Цера, по-моему, рай в этом. И он очень важный в данном случае. Дело в том, что нет идеи понимать книги Цера в том смысле, что Всевышний подготовил инструмент из вот этих десяти нативод, из этих тридцати двух книг, тридцати двух мотивод из тридцати двух каналов. Не было первоначального этапа подготовки этого инструмента. Этот инструмент возник из речи Всевышнего, вот этот роха-лукин в начале, это с точки зрения князь Цера, это речь Божия, которая прокатилась над миром и вот запечатлена в мире как бы в виде тридцати двух каналов. Это важный момент. Это не инструмент, который Бог вначале, знаете, как вот мастеровал вначале, инструмент, потом бы не делал. Здесь этого нет, здесь наоборот все происходит. Речь, она как бы едина, но она в нашем мире рассыпается на тридцать два канала. А как состыковать это с пророчеством, которое сейчас как бы скрыто? Каналы какие-то перекрыты или нету канала открыт, но мы его не воспринимаем или как это? Ну, зависит от того, как вы понимаете пророчеств. диалог. Извините, диалог с Всевышним? Да. На прошлой недельном разделе, ровно в прошлом неделе разделе, Моше говорит, что вы сами попросили, чтобы из вас пророков не делали. Вам их будут посылать отдельно взятые. Вы сами у горы Синай, у горы Хорехи, ну, другое название тоже сказано, сказано, что вы, когда там были и попробовали, что это такое, дружно заорали, что вы этого не хотите. Так вот, не получится такого, что вы все станете пророками. Вы обратите внимание. Люди вот с таким опытом сказали, что они просят, обратите внимание, просят этого не давать. народ у горы Синай попроси, чтобы не было такого, чтобы каждый был пророк. И пусть вот Моше пророк подобный мне из твоей среды. То есть пророки товар штучный и народ сам просит, чтобы ситуация была такова. Теперь, когда говорится, что пророчества в наше время нет, то для тех, кто говорит, как вот я сейчас на простом совершенно смысле, пророчества нет, потому что Всевышний пророчества не посылает. Все очень просто. С точки зрения Рамбома, где к уровню пророка может подойти каждый человек, тот факт, пророчества нет, доказывает перекрытие канала пророчества. То, как я сейчас говорю, доказывает, что это не перекрытый канал, а просто отсутствие голоса с той стороны. Вот и все, это намного проще. Я не пытаюсь сказать, кто прав, потому что я тоже не испытал как сейчас говорю, беру, но просто два разных взгляда на тему. Это же самое странное состоит в том, что те, кто знает, что такое пророчество, все в один голос говорят, мне это не нужно, я этого не хочу, просто потому, что это страшно, потому что это страшно. Кстати, посмотрите, советую, посмотрите книгу пророка Захария, глава, к концу, тринадцатая. и будет тот день, и устыдятся пророки, человек, каждый человек от видения, когда он пророчествовал, и не будут Божи носить лосеницы, и скажет пророк, и скажет, не пророк я, а крестьянин, я земледелец я, ибо земля дело с юности моей. Это вот по поводу пророка. Там в Амосе, по-моему, в седьмой главе есть нечто подобное, где Амосу говорит министр, слушай, уйди, вы уйди и пророчествуй там. На что Амос говорит, я вообще-то не профессиональный пророк, я как называется, быков выращиваю на продаже, у меня другая специальность. это вот это пророк, а может говорить. Поэтому там на тему пророчества я понимаю, что выглядит приятно для тех, кто не знает обратную сторону темы и с чем это сопряжено. то в конце времен они захотят, у них будет желание быть пророками? это тут опять, я же здесь всегда беру в качестве для меня-то навсегда осталось правильным подход Ягуды или Випку Зари, где он говорит, что вообще все еврейские законы, те, которые не понимают, это режим, это схема, как из человека сделать пророка. И при наличии храма и шихины человек, который соблюдает в достаточной степени заповеди и предписания на уровень пророка поднимается чуть ли не автоматом. Но для этого нужно жить там, где есть шихина, окруженный народом, погруженным шихину и желательно иметь храм. Это то, что говорит Иуда Голливий. Так для этого нужна беспричинная любовь получается? А пророк без беспричины любви это не пророк. За отсутствие беспричины любви два пророка были для места лишены крупнейших еврейских историй. Людей надо любить, потому что пророк, который не любит людей, какой же это пророк? Это требование просто, то, что называется, спорога. Пророк, который презирает людей, он пророком быть не сможет. он просто не катится к этой должности. Ну, яростным он может быть, не вейзам. Не вейзам могут быть, но они же их же не спросили. Они не могут обвинять. Вот я к чему веду. Они могут гневаться над людей, но родители, которые гневаться на свое ребенка, не прекращают его любить. То есть без зла. Гневаться без зла. Ну, да. Ну, да. Мир, а как же Белам, который вроде не очень лет был любвеобильный к человечеству, скажем так. Белам был шуткий. У меня вдруг вылетело слово. Все 90-е годы три раза в день я его слышал из всех дыр. психолог на русском. Как там назывались всевозможные империальные? Проречатель? Да нет же. нет. Боже, из головы экстрасенс. Вот. Ясно видясь. Ясно видясь. У меня вдруг вылетело слово экстрасенс, но он уже неделю как вылетело из головы. А когда он с именем этим что-то там ложится, он с именем встает. Этих экстрасенсов было как собак не резано. Но они вроде счастливы, но правда не в таких количествах. Эти экстрасенсы, смотрите, как утверждается с точки зрения, Белам присосался, он присосался к другой стороне, это называется. Белам ну да, это через изнанку фигура, равная Моше, только через изнанку, отражение Моше, зеркало. То есть как бы не настоящий, он настоящий, нет, настоящий, только с другой стороны. С любовью к себе. Ну то есть это пророк, а изнанки пророк, я, нет, 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 вы просто неправильно понимаете пророков, пророк, извините за цитату из первой книги Шмуэля, первой или второй книги Шмуэля, первой, по-моему, все-таки, первой, да, где произносится фраза весьма порядочью, может, идут двое, один говорит другому, может, пойдем к пророку заглянем, он нам поможет ослиц найти, на что собеседник, слуга, а, извините, слуга говорит, может, пророку заглянем, нас лиц найти никак не может, на что хозяин говорит, где это слыхано, пророку без денег, ходить, а я не при деньгах, на что слуга говорит, у меня пара монет найдется, пойдем к пророку, и идут они к пророку с парой монет в поисках ослиц. Значит, тут очень важный персонаж в этой истории, значит, хозяин, это будущий царь Израиля Шауль, который в эту встречу был помазан на царство, с этой встречи пророком, а пророк, который без пары монет несущийся, это Шауль, как сказано в псалмах, Моше и Арон священники его, а Шауль тот, кто призывает имя его, то есть величайший пророк, человек, который ставится на уровень Моше, да, ну, чуть ниже, да, но при этом немножко подзаработать поиском ослиц за две монетки, это нормально, но это, тут надо понимать хорошо, что эта способность экстрасенсорная, давайте скажем так, у пророка, она как бы бесплатное приложение к пророчеству, это как бы он другое существо и такой вот экстрасенсорный талант, он прилагается бесплатным образом к пророчеству, конечно, можно развратиться довольно сильно имея такие таланты, но можно сохранить порядочность, то есть я хочу обратить внимание, что экстрасенсорика в этой истории, она как бы приложение к пророчеству, а не пророчество само. А Белам получается экстрасенс, который присосался к обратной истории к изнашке. Ага, там Раша замечательный есть, и проклят тот, кого ты проклинаешь, Белам знал, кто проклят, а поэтому когда публично кого-то проклинал, он как бы не сам проклинал, а сообщал факт на местность, который он просто знал. А с другой стороны изнанка, это же все-таки совсем как бы... Я изнанкой называю ситру охра для простоты, передачу, другая сторона на изнаночную сторона. Не столько даже изнанка, потому что изнанка какая-то тема, что-то темного и подделочного, может быть, это типа как ослицы. Ослица говорила правдивые слова, и открыли рот, Беламу тоже открыли рот. Ну, да, но ослица, которая открыли рот, заговорила как ослица. Ну, почему как ослица? Она говорила разумно. Если бы как ослица, она просто бы говорила, не знаю, ослиные эти самые звуки. Она же говорила как бы... Да, говорила, это она может быть разумной вещью, но содержание ее речи было ослиным. Почему ослиного? Она мне говорит, зачем ты меня бьешь? Что ж тут ослиного? Да, то есть, первое, значит, и тут пророчество, ослицу осенило пророческим даром, и первое, что она сказала, по что животное мучаешь, да? Даже она-то говорила по делу. Во-вторых, второе, что она сказала, тоже мне великий пророк, я ангела вижу, я ослица ангела вижу, а ты не видишь. А это она его уела, но это она его уела. Какой же ты пророк, ты ангела не видишь, значит, как бы я вообще... Да, 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 то есть, второе, что ослица сообщила, тоже мне пророк, я ослица ангела вижу, а вы не видишь. Послушай, ну Биллиан все-таки это действительно экстрасенс, как бы наоборот, почему? Я даже сказал, что он как бы, он некоторые, хуже, чем робот. Почему? Потому что робот сделан для выполнения определенной задачи. С ним такое впечатление, что он открывал рот и хотел сказать, а вместо этого у него язык говорил, извините, если к его каналу пристроился Всевышний и вместо того, чтобы честно зарабатывать деньги экстрасенсорными своими способностями, его заставляют произносить пророчество за настоящие пророчества, без дураков, и вдруг он становится рупором пророчества без дураков, если до сих пор дядя баловался экстрасенсорными способностями весьма успешно и разбогател, и хорошо зарабатывал, и вдруг он стал пророком, и вдруг он, когда собрался в очередной раз что-то замутить, вдруг он стал пророком и стал инструментом, через который говорит не то, что он хочет. Да, да, да. А стал другом и превратился в инструмент. Нет, я представляю себе в красках, что там думал Билан по поводу того, с кем он столкнулся, наконец. Ну, таки он все-таки пророк в этом смысле, раз у него Билан... Если его... Если вдруг в какой-то момент он стал пророком, я не знаю, что было до того и как он обремонтировал. Может быть, он и был когда-то пророком настоящим. Слишком далеко он ушел в своих исканиях лучшей жизни. Но вот проклятие Билама, он же... И вдруг Билам опять становится пророком. Он же сам говорит, что ты от меня хочешь. Что он... Он говорит, Балак, что ты от меня хочешь? Что мне в рот вложили, то я и говорил. Правильно, потому что в этот момент он стал пророком. Ну, что я могу сделать? Ну, а в этом отношении ты говоришь, что любой пророк ничего не может делать? То есть у него реально... Нет, тут нет. Вот тонкость. Я напоминаю, что, например, есть по поводу классика, по поводу пророка, убитого в храме, который пророчен в том, что храм будет разрушен. И я даже не помню, кто из комментаторов там пишет, что вообще-то есть правило о том, что пророк, ну, прямо в Торе написано, пророк, который... Кавашетн-Вуато, пророк, который замариновал пророчество и не сообщил, если он получает пророчество для кого-то, ну, пойди передай, как в книге Шмойна, или в книге царей там это есть, пророк, он там сказал, пойди, скажи, всему народу, кому-то конкретно может оказаться, царю, а может, и не царю, а может, и прачки такого. Так вот, правило, пророк, который отказался это выполнить, хаяф мета, как Йона. Хаяф мета, это галаха просто. Не имеется в виду по суду, чтобы сразу было понятно, что суд тут... Я не представляю себе, как можно провести процесс по такому вопросу, как ты доказательства строить собираешься. Пророческие вещи суд во внимание не принимает, как известно. значит, но значит, там кто-то говорит, что пророк, который услышал, что он должен был исчезнуть, сбежать, как Йона, попытаться жизнь самоубийством покончить. И вообще, умру, умру, пока пророчество не прозвучало, оно не обязано исполняться. Другой вопрос, может ли пророк это сделать, когда от него крепко это попросит? окей, как от него. Это да. Ну, вот как-то так. А как вы относитесь к такому факту, который был открыт в 1986 году, 1900, австралийской, ну, она женщина, педагог, психолог, у детей, аутистов, вот этот метод общения, канал, то есть берется алфавит на... Я плохо отношусь к таким вещам. И был эксперимент, и... Я не доверяю таким вещам. Вы знаете, да, чем я? Я знаю, о чем идет речь, вы меня извините. Я из семьи педагогов, у меня мама... Да, вот поэтому я и задала вам. ...дефектолог. Я аутизм детский считаю вариацией шизофрении, ранней манифестации шизофрении, я не доверяю этим экспериментам. Там же и раввины присутствовали, и суд был... Я думаю, что вы читали это высказывание по поводу того покойного раба 11-го Зальца по поводу того, что последний раввин Израиля, который не имеет пророческого дара. Нет? Нет, я не читала, я просто как бы не верила, может, я работала с такими... произнес, что я последний раввин Израиля, который лишен пророческого дара, потому что все остальные все знают, а я нет. мне не нравятся такие вещи. Ну, вот честно, вот просто не нравятся для меня они на грани верчения стола и вызывания духов мертвых. На грани. Ну, а вы читали эту книгу, души рассказывают? Я пытался, я не люблю такие книги. Я тоже пыталась, но вот теперь я дальше пошла, я читаю и подумала, может, я стереотипно мысль... хорошо, я ограниченный человек, договорились. Я ограниченный человек, я такие вещи не воспринимаю и им не доверяю. Я не доверяю чудесам, поставленным на потом. Просто не доверяю. Вы понимаете, я ничего с собой сделать не могу. Я верю в чудеса. Я знаю, вот здесь на уровне я не просто верю, я знаю, что на уровне знаний у меня. Но когда мне начинают рассказывать о чудесах, поставленных на поток и с выступлением о чудесах на телевизору, у меня начинаются проблемы. То есть вы не согласны? Это мое личное отношение. Учтите, я не пытаюсь... Мне важно было услышать вас, потому что вы говорили... Я не пытаюсь никого, я не считаю, что не обманывают, я думаю, что они искренне верят в то, что говорят. Ну, а то высказывание о том, что у маленьких детей и у таких людей умственно отсталых есть вот это пророчество. Вы согласны с ним? Я часто слышу об этом на уроках. Да. Только хотел бы я понять источник этого пророчества. Окей. Один человек наизусть шпарил какую-то книгу по Кабале. Не помню, какую при этом. И об этом пришли и рассказали им рабе Ильягу из Вильны, Виленскому Гаону. На что рабе сказал, завяжите, пожалуйста, книгу в узелок и посмотрите, будет ли он ее знать после этого? Пришли и сказали, почему-то он ее не знает теперь. Говорит, ну вот и я об этом говорил, потому что сказано, что черти не имеют доступа к посчитанному и завязанному. Пустое место оно располагает. к тому, чего лучше бы не было. Да, дети и сумасшедшие обладают таким даром. У вас нет гарантий, что оттуда вышло. Вы не знаете, что оттуда вышло. у вас нет инструмента. Дело в том, что обратите внимание, еврейский закон имеет довольно четкое правило, как определить статус пророка. Вот просто сказать, что этот сумасшедший пророк невозможно. Есть процедура установления статуса. Пророк это человек не просто пророчествующий, а это человек, с которым считаются иметь пророк. Пророк может быть кто угодно, но пророк, который по каким-то причинам требуется считаться и нужно принимать решение считаться с тем, что он говорит или нет, есть специальная процедура, судебная процедура установления статуса пророка. Вы удивитесь, но есть такая процедура, она зафиксирована у Рамбома, она подробно описана, как это происходит. Есть процедура, которую пророк должен пройти. Это не просто человек, который пришел и сказал я пророк, или человек, который пророчествует. В тех случаях, когда нужно на основании его действий что-то сделать, что не является, а может даже противоречит закону, нужно каким-то образом закрепить его статус. Для этого есть специальная процедура. Вы долго будете смеяться, есть процедура установления, что человек пророк. Судебная процедура. Вы евреев плохо знаете. Я понимаю, что эта куча народа может удивить то, что я сейчас говорю. Да? Вот интересно, удивляет это кого-то или нет, то, что я сейчас сказал? Да, конечно. в курсе, что Рамбома так написано? Не, 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 считается ровным местом, но учитывайте эту подробность. Когда говорите, сумасшедший или ребенок пророк, сумасшедший или ребенок не могут быть закреплены судебным образом в этом статусе. то есть их речи не обязывают. Бог Галахе. Вы не можете судебной процедурой закрепить за недееспособным, обратите внимание, сумасшедший ребенок недееспособный по определению. Поэтому вы не можете закрепить за ними этот статус, даже если захотите. Суд не примет этот статус, он не может закрепить статус такой за недееспособными по определению. Но из него может выходить нечто содержательное. Смотрите историю Лиши Бенавуи, который пришел в Бейт Медраж. Давайте кончать, потому что времени уже очень много. Окей. Спасибо, мэр, большое. Спасибо. Спасибо. Потрясно и прекрасно.